Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси, Господи. Во время Оуна взыди Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме, хновче купели, ежеглаголицы еврейские вефезда, пять притворы мущи. В текст лежаше множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движения воды. Ангел Богосподий на всяко лет схождаше в купель и возмущаше воду. Ежеперве, влазяше по возмущению воды, здрав бы ваша, и цем же недугом одержим бы ваша. Бежит у некий человек 38 лет, и мы в недузе своем. Сего видев Иисус лежаще и разумев, яко много лет уже имяше в недузе, глаголы ему «Хочешь ли цел быть?» Отвещая ему недужный «Ей, Господи, человек анимом, да игда возмутится вода, вержит меня в купель. Игда же прихожду ас, ин прежде меня слазит». Глаголы ему Иисус «Восстань, возьми отр твой и ходи». «Я обездрав бысь человек, и взем одр свой и хаждаше, беже суббота в той день». Глаголах уже жидови «Исцелевшему» — «Суббота есть, и не достоит идти взять одра своего». Он же отвечая им «Иже мясо твари цело, то и мне речи, возьми одр твой и ходи». Вопросише же Его «Кто есть человек, реки ти, возьми одр твой и ходи?» «Исцелевы же не ведеше, кто есть. Иисус, Бог, уклонься народу сущую на месте». Потом же обреть Его Иисус в церкви и речи Ему «Все здрав бысь, к тому не сокрешай, да не горшите, что будет». «Види же человека, поведай иудеум, як Иисус есть, иже мясо твари цело». «Христос воскресе!» Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры! Сегодня 3 мая, воскресенье, и мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, главу 5, с 1 по 15 стих. А сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски «Вифизда», при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных – слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Польной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Восьмые иудеи говорили исцеленному, «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». Его спросили, «Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус вскрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал, «Вот ты выздоровел. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой, чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Вот такие евангельские строки мы с вами слышим, дорогие братья и сестры. Итак, евангельское повествование сегодня довольно неоднозначное. Но давайте вернемся к началу. Праздник иудейский, Господь приходит в Иерусалим. Будучи иудеем по рождению своему, он выполняет эти обычаи народа иудейского. То есть все попытки фарисеев обвинить его, что он нарушает закон, он не любит народ, не почитает какие-то обычаи народные. Такого никогда не было. Никогда. И Господь здесь нам пример показывает, что для нас все религиозные события, праздники, это должны быть днями священными. Это должны быть те дни, когда мы оставляем все свои дела и объединяемся вокруг храма Божьего, в храме Божьем, вокруг богослужения и возносим все свои умы и сердца к Богу. В Иерусалиме есть у вечих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифизда, или Дом Милосердия. Так вот это можно перевести. Что за вечи ворота? Ну, вспоминаем, ветхозаветное богослужение, оно состояло из разных событий, одно из которых было жертвоприношение. Животных заколали определенным образом, определенных животных приносили их на все сожжения, в жертву Богу за грехи народа. И вот, видимо, через то место, в которое овцы, туда агнцы собирались для богослужения, вот место называлось Вечи Ворота. Там была также купальня, которая, возможно, изначально использовалась как раз для того, чтобы... Ну, вода же нужна для вот этого заклания животных, сколько там нужно им мыть, сколько... ну, много всего. И вот была купальня для этого. Но потом в определенный момент стали замечать чудесное событие, что периодически вода возмущается, да, что-то, видимо, начинается какое-то там движение в воде, бурление. И заметили, что человек, который вот в воду опустится в этот момент, он исцеляется от всех своих болезней. Ангел Господень, по воле Божией, вот так вот людям милосердие оказывал. Ну, после этого ясное дело. Построили там пять крытых ходов, галерей, навесы, и со всех сторон туда приходили больные. Он, как Евангелистан, говорит, великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. И вот, да, нужно запомнить, что только тот, кто первый входил в воду, получал исцеление. Как часто это проходило? Ну, видимо, часто. Если бы раз в год, например, исцеление происходило, ну, люди бы к этому времени и приходили бы тогда. А так вот, видимо, чаще это бывало заполнено людьми. И самим больными, и близкими, и родственниками, и друзьями, те, кто мог бы как-то поспособствовать этому делу. И вот ситуация. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Вот это вот очень важная такая, важная особенность, важная подробность. 38 лет. В те времена люди, ну, жили-то ведь все-таки не так много. Да, царь Давид говорит о том, что жизнь человека в 70 лет, если в силах, то 80 лет. Но чаще всего люди жили гораздо меньше. Где-то войны, где-то болезни. Много чего могло случиться, где человек выздороветь не мог и умирал. А тут проболей 38 лет, ну, это большая часть жизни. Человек находится в болезни, в страдании. Причем болезнь вот такая была, где он был как-то частично парализованный. Как-то ведь он до туда добрался. Вот и парализованный, еще и один он был. Не нашлось никого, кто бы мог ему помочь. Это тоже очень важная подробность. К сожалению, вот у нас общество человеческое, ну, таково. Все мы, с одной стороны, понимаем, что надо любить друг друга, помогать друг другу. Но очень часто рядом не находится ближнего, того самого настоящего ближнего, кто бы смог помочь. Так вот и здесь. Вот этот человек, находившийся в болезни 38 лет. И вот, тем не менее, терпеливо ждет. Ждет, что, может быть, его коснется исцеления. Понимает, что не могу я спуститься вперед всех к воде. Может быть, найдется какой-то человек, кто меня пожалеет и поможет мне. Святой преподобный Никодим Святогорец в своей невидимой брании говорит о том, что часто Бог болезнь человеку попускает для блага человека. Например, желая научить человека терпению. Также, болея, можно учиться смирению. Можно учиться упованию на Бога. Можно учиться такому вот, ну, наверное, хорошему отношению с близкими своими. Потому что, когда ты болеешь и понимаешь, что ты в зависимости от кого-то, ну, ты уже не будешь каким-то наглым, дерзким. Очень хорошо опять это все смиряет человека. И все очень хорошо и благотворно влияет на душу человеческую. Молиться человек опять же начинает, когда болеет. Когда устанет уже от болезни. Начинает искать объяснение, почему так произошло. Для чего Бог мне это дал. Начинает просить у Бога помощи. Исцеление или укрепление сил, чтобы вот как-то эту болезнь с пользой для себя провести. Очень много смысла. Так вот и здесь-то человек, 38 лет болеющий, видимо, много чего хорошего в душе сформировалось. В чем Господь и приходит к нему. Узнал он, что тут лежит долгое время и говорит ему, хочешь ли быть здоров? Ну, казалось бы, ответ очевиден. Ну, конечно же, хочу. Хочу. Ну, вот смотрите, больной отвечает ему, да, Господи. Но не имея человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Потому что когда я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Я вот такой вот инвалид. И некому помочь. То есть я хочу исцеления, но я понимаю, что мало моего желания. Мало моего хотения. Это, кстати, очень важное состояние. Потому что порой мы Богу, когда молимся, мы не молимся, мы не просим, мы требуем от Бога. Господи, сделай так, сделай это, а вот так не делай, а вот это у меня убери. Как говорил ститель Фифан Затворник, мы Богу диктуем свою волю. Забыв о том, что, извините, человек, Бог творец, твой. Он знает о твоем прошении прежде этого прошения. И позаботься, чтобы твоя молитва насмиренная была, а не вот какое-то дерзкое требование, что давай вот там отдай мне то, не отдай мне это. Так вот этот больной, вот он смирившийся был. И вот тогда Господь и говорит ему, ну, вставай, возьми постель твою и ходи. То есть бери вот на чем-то здесь лежишь, на каком-то там рогожке, видимо, оциновка, покрывало какое-то, одеяло. Все, хватит тебе болеть. И он тоже сейчас выздоровел, сел постель свою и пошел. Вот первая половина вот этой истории. Смирение, терпение. Все это действительно очень важное состояние. Милосердие Божие. Господь исцеляет человека. Господь жалеет человека. Это важно понять. Жалеет. А что было дальше? А был день субботний. Иудей, увидев его несущего вещи свои, тут же, ну, видимо, тут не всякие иудеи, фарисеи, наверное, нашлись. Сразу стали его обвинять, что, мол, что ты делаешь? Потому что в субботу нельзя одежду носить. Это труд, который запрещен законодательством. Тот оправдывает свои поступки так. Ну, вот кто мне исцелил, он мне сказал, возьми постель твою и ходи. Ну, я ему как-то доверяю. Он мне исцелил. Он, наверное, разбирается. Он спросил, а кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи? То есть, целеный не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. А вот потом происходит ситуация, которую действительно очень сложно объяснить. Почему же так? Господь встречает его в храме и сказал, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Возможно, может быть, и это послужило. Господь указывает человеку на его грехи, говоря, что ты заболел вот тогда от грехов своих. Грехи послужили причиной. Жизнь нераскаянная. Послужили причиной вот этого твоего паралича. Не греши больше. И вот, видимо, то ли не было у него какого-то раскаяния внутреннего этого человека. Возможно, оскорбило его это. Такое указание ему на его внутренние болезни. Смотрите, внешние вылечились, а вот внутренняя болезнь не прошла. Откуда мы это видим? Смотрите, он потом пошел после этого и объявил уйдеям, кто его исцелил. Что исцеливший его есть Иисус. То есть, сказал, вот кто меня научил нарушать закон. Вон кто преступник-то. Вот как раз вот Иисус. Идите и берите его. В состоянии неблагодарности. Вот еще о чем здесь можно сказать. Такие евангельские строки. Мы с вами прочли, дорогие наши братья и сестры. Читали мы Евангелие от Иоанна, главу 5, с 1 по 15 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно хотя бы по одной или две главы. Христос воскресе!